Доброе утро, в эфире Утренний Коктейль. У нас в гостях Игорь Вячеславович Бычков, исполняющий обязанности ректора Иркутского государственного университета, академик Российской Академии Наук. Доброе утро. Доброе утро, Игорь Вячеславович. Вы знаете, сразу начнем говорить о молодежи, которая все чаще предпочитает получать образование где-то в других городах, хотя мы точно знаем, что Иркутский госуниверситет в рейтинге лучших вузов страны занимает достойное место. Так это или нет? Ну, обязательно. Дело в том, что на самом деле, если посмотреть, то наш Иркутский государственный университет, он лучше по многим позициям не только среди региональных вузов, которых можно было бы назвать, но и мы провели специальное исследование, и в рейтинге по сравнению с федеральными университетами, национальными исследователями. Наш университет находится где-то в серединке. При этом надо признать о том, что не получая дополнительного финансирования, основываясь просто на традициях, опыта, знаниях ученых, которые преподают профессорского государственного состава, мы даем очень хорошее знание, мы даем очень хорошие компетенции. И самоотъезд, мне кажется, в одной части связан с тем, что, ну, как бы говорится, где-то, где далеко лучше, а не чтобы посмотреть, что у себя дома и так далее. И все, первое. Второе, наверное, очень важна дальнейшая профориентация. То есть надо понять о том, что ребята поступили в университет, вот они проучились пять лет, и на самом деле у них есть возможность достойной работы, достойной зарплаты, достойного отношения общества, которое существует. И вот здесь мы сейчас выстраиваем взаимоотношения, в том числе с крупными предприятиями, с органами государственной власти, с наукой, пытаемся выстроить вот эту цепочку. Школа, университет, дальнейшая жизнь, трудоустройство, да. И это вот один из таких важных аспектов. Мне кажется, что дело не... Очень многие ведь и родители поступающие, они как думают о том, что вот пять лет это не только хорошо учился, пятерки, стипендия, веселая студенческая жизнь, но что дальше? И вот это что дальше, наверное, вот на сегодня один из важных таких моментов, и мы сегодня, создавая ассоциацию выпускников, попечительский совет, входя в разные структуры и программы, хотим как раз показать о том, что у нас в университете можно получить действительно старт этой жизни, старт, путевку, большую жизнь. Сегодня это можно говорить лифт, так сказать, социальный там какой-то, любой другой там, но вот этот лифт, на наш взгляд, должен быть очень скоростной. И обучаясь в университете, мы предполагаем о том, что будут дополнительные курсы, связанные с обучением необходимым для возможности создать свое дело. То есть немножко любому учащемуся, немножко юриспреденции, немножко экономики, немножко организации бизнеса и так далее. То есть очень полезно, на наш взгляд, и мы тоже сделаем для каждого нашего студента возможность получить данные о педагогике, о психологии, потому что, выходя в большую жизнь, многие наши выпускники становятся либо преподавателями, и это очень важно понимать, как преподавать, как делать. Кто-то идет в бизнес и в любом случае встречается с тем, что вот у него компаньоны. Вот как правильно выстроить взаимоотношения, немножко узнать. Посмотрел на человека, о, хороший, пойду дальше. О, нет, надо задумываться и так дальше. И вот такие дополнительные курсы, дополнительные получения возможностей, компетенции, вот мы тоже предполагаем там делать. Ну и плюс вот в рамках соглашения с крупными предприятиями, это возможность прохождения практики, более раннего определения в дальнейшей своей жизни, как ты будешь реализовываться. То есть вот это все. И наша площадка на сегодня, это действительно площадка получения не только знаний, не только компетенции, но и развития многогранного. Я вот сейчас задам вам вопрос, хотя бы, хотя бы вы просто приблизительно. Вот сколько студенческих научных обществ в Иркутском государственном университете? Два, три, пять, десять, одно. Двадцать, семьдесят четыре, я назову возраст. Ну вот где-то вы в промежутке и так далее, все, их пятьдесят восемь. Причем, смотрите, на разных факультетах это что означает? Это означает о том, что ребята самоорганизуются по своим интересам. То есть они уже, получая определенную компетенцию, определенный набор знаний, хотят посотрудничать с кем-то для того, чтобы еще куда-то продвинуться. И вот это вот куда-то продвинуться, в университете есть такая возможность и так далее. Это я только взял то, что касается студенческих научных обществ. Но есть и те ребята, которые занимаются журналистикой дополнительно, те, кто занимается КВН, спорт и так далее. Здесь очень большое разнообразие. И вот одна из наших идей, которую мы сегодня заявили в ответ на обращение Министерства науки и образования, это создание на базе мегаполиса дома молодежи и студентов. То есть мы хотим провести... Дворец молодежи. Ну вот почти дворец, вот пока дом. То есть до дворца, может быть, он не дотягивает в силу своей, так сказать, компоновки. Но вот по сути своей нам очень хочется о том, чтобы не только у студентов Иркутского государственного университета, но и вообще у студентов, которые сегодня учатся в городе Иркутске, вот был свой дом, где могли бы ребята приходить и заниматься. Знаете, вот эта идея, она давным-давно уже зреет, потому что не было... Там уже есть проект, и есть на самом деле, что, извиняюсь, перебиваясь и так далее, есть на сегодня возможность заявиться именно в связи со столетием университета. То есть вот 25-27 октября будет отмечаться столетие университета. Не просто идет подготовка, хочу сразу сказать, и так далее, и все. Но вот буквально на прошлой неделе мы получили письмо из Министерства науки и образования, где вот в результате многочисленных наших обращений и от администрации президента министерство попросило нас представить предложение в оргкомитет федерального уровня, план мероприятий. И самое главное, что нас в чем-то, так сказать, душу греет финансово-экономическое обоснование. То есть все-таки, чтобы это было не только за счет средств университета, не только за счет средств спонсоров, но и федеральные вложения. Эти федеральные вложения помогут нам и привести корпуса наши и общежития в лучшее состояние. И вторая, основная часть, которую мы попросили у Министерства науки и образования, это так называемые межфакультетские лаборатории. То есть чтобы физики с химиками имели новое современное оборудование, биологи с математиками могли взаимодействовать. По гуманитарной сфере отдельно будет. То есть 6 таких межфакультетских лабораторий было предложено в этой заявке. Так что на самом деле есть где будущим облитерентам и учиться, и общаться, и получать новую компетенцию. А уж уровень квалификации наших преподавателей на сегодня, он один из самых высоких. Ну что уж сказать, если у нас в России, ну это не хорошо о себе так и так дальше. Нет, это хорошо. Но у нас в России всего два университета возглавляют академиками российской академии. Московский и наш. Но, правда, пока временно исполняющий университет, но все равно приятно. Скажите, пожалуйста, недавно была создана ассоциация выпускников ИГУ. По-моему, Федор Карлайч Шмидт ее возглавляет. Какова ее миссия? Вот мы все время, когда разговаривали с бывшими выпускниками, хотя вот бывший выпускник как-то это очень плохо формулируется и так далее. Когда мы разговаривали с ребятами, которые учились в университете, закончили его, стали уже взрослыми людьми, многого добились в жизни и так далее. Они всегда обращались и ко мне, и мы между собой говорили о том, что вот у нас получилось так, что мы пять лет, ну, тогда мы пять лет учился, 4 плюс 2, кто-то еще в аспирантуре, прожили в замечательных дней, замечательных лет и так далее. А потом ушли и как-то вот стали не то чтобы не востребованы, но вот проехали на автобусе и вышли. А идея такая о том, что на самом деле ребята, которые закончили, все, кто присутствует, вне зависимости от того, стал ты директором или там главным бухгалтером, продавцом современной техники или руководителем агрофермы там и так далее, все. Дело в том, что каждый из них хочет немножко дальше взаимодействовать с тем, ну, не ностальжи это, а с тем, что вот дало, так назовем, ну, сегодня уже была такая фраза, путевку в жизнь. То есть это ассоциация для тех, кто рассматривает университет не как место, где он когда-то получал знания, где он ходил на лекции, а для тех, кто действительно считает университет альма-матер, то есть то, что позволило ему сформироваться и как специалисту, и как гражданину, и как человеку, личности, да. Ну, а для многих университет это еще в том числе некая такая, не просто личностная, а многие создают семьи, многие, ну, по крайней мере, там знакомятся, встречаются, первый опыт иногда удачный, иногда нет. И вот эта ассоциация, которую создали Федор Кавлович Шмидт, Александр Ильич Смирнов и я, то есть это ректоры, которые сами закончили университет, сами долгое время преподавали в университете. И вот сегодня это дверь ассоциации, и даже не двери, даже не окна, я не знаю, там целое пространство открытое, ворота, не знаю что, для того, чтобы все, кто заканчивали университет, вступили туда и смогли не только выразить какую-то благодарность, но и главное, что мы ждем от ассоциаций, от членов ассоциаций, новых идей, продвижения университета, корректировки каких-то мыслей, где-то поддержки каких-то наших движений и так далее. То есть это вот такой, на наш взгляд, очень должен быть живой организм, и он один из элементов вот той стратегии, о которой мы сейчас говорим, университет для города, области, общество, общество, область, город для университета. То есть мы должны открыться. Как-то мы рассуждали, и я привел уже такую аналогию о том, что многие наши учебные заведения в определенный промежуток времени, это как футбольная команда, которая тренируется, воспитывает игроков, приглашает новых тренеров, тратится на форум, но играет без зрителей. Ну это же неправильно. Это без болельщиков не может быть. Бласси Луна не может без зрителей. И так же университет. Ведь на самом деле университет, несмотря на то, что мы действительно 27 октября у нас день рождения университета, подписание соответствующего указа, который был подписан Колчаком, сама история создания университета, это история болели за университет общественности города Иркутска. И на самом деле основой финансовой создания университета послужили частные пожертвования, причем эти пожертвования были в очень больших размерах. То есть если сказать о том, что некоторые люди оставляли и жертвовали основную часть своего наследства, это 100-200 тысяч рублей по тем временам. Тем временам была колоссальная сумма. Колоссальная сумма, но именно вот на базе этого. Поэтому именно мы считаем, что общественность создала Иркутск, общественность переживала за высшее образование. В 1800, по-моему... В 19-м году, да, первое обращение было. Так же, как общественность города Иркутска болела и поддерживала создание театра. Так же, как создавались многие галереи наши. Ведь вообще архитектура города Иркутска, на нее если посмотреть, все это сделано с огромной любовью и с огромной дальнейшей ценностью, которая передается именно обществу. И поэтому вот здесь эта ассоциация, здесь попечительский совет, здесь вот это все общение, оно направлено именно на то, чтобы мы открылись городу, открылись области, обществу, и общество так же воспринималось. Тогда, может быть, не будет вашего первого вопроса, почему ребята уезжают. Нельзя уезжать из дома, где ты счастливый ребенок. Нельзя уезжать из дома, где о тебе заботятся, и ты понимаешь о том, что на самом деле дальше в этом обществе у тебя будет своя стезя, своя поддержка. Вот это называется стилистические закрытия рамки. Это мы изучили на факультете журналистики Иркутского государственного университета. С чего начали, тем и завершили. Друзья, хочется, во-первых, еще раз, ну, пока еще рано, конечно, но напомнить вам, что в этом году, в октябре месяце, будет праздноваться столетие Иркутского государственного университета, исполняющий обязанности ректора которого, академик Российской академии наук, Игорь Вячеславович Любовичков, был у нас в гостях, Игорь Вячеславович. Спасибо большое. Спасибо вам. Продолжаем наш программу. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok